Добрый день, дорогие друзья! С вами сегодня ваш риэлтор во Флориде Надя Эггерс. Ребята, сегодня мы покажем вам такой горячий пирожок. На самом деле, даже в наш такой более-менее спокойный уже рынок, здесь мы стоим в очереди, чтобы этот дом посмотреть. Внутри мы еще не были, по фотографиям он выглядит отлично. Надеюсь, что у риэлтора, который выставлен, это не просто хороший фотограф, что он будет такой же в жизни, как на фотографиях. Чем привлекательный этот дом? Это своей ценой. Дом выставлен за 400 тысяч, в доме есть бассейн, вид на озеро, и можно сдавать в краткосрочную аренду. От этого дома до парка в Диснее 15 минут. Дом находится в Кисиме, как раз-таки вот это район, где разрешена сдача под краткосрочную аренду в Airbnb. Дом недавно вышел на рынок, построен он был в 1991 году. Размер дома 2328 квадратных фит, что в переводе на метраж 216 квадратных метров. Четыре спальни, две с половиной ванных комнат. Самое интересное, что H.E.A. здесь 35 долларов в месяц, это очень недорого, очень недорого. Причем в H.E.A. также включен клабхаус с бассейном, не знаю, будет ли кто-то пользоваться тем бассейном, но доступ есть, и также есть теннисные корты, и баскетбольная площадка, то есть есть такие аменитис, развлекательные, развлекалки. Налог на этот дом 3,5 тысячи в год, мы сейчас стоим в очередь. Давайте, может быть, пройдем пока вокруг дома, посмотрим. Да, давайте. Уже на этот дом вчера было 5 офферов, цена реально очень невысокая. Да, интересно. Кстати, крыша новая в этом доме, полтора года этой крыши, и что самое интересное, на крыше есть два вида солнечных панелей. С одной стороны, это идет на электричество на дом панели, а с другой стороны на отопление бассейна. Это очень огромный плюс к дому. Смотрите, как выполнена передняя часть дома. У нас это называется curb appeal, это подъездная часть к дому, да, то есть спереди дома они очень красиво украсили пальмы, все аккуратненько, чистенько. Здесь у нас открытый гараж, как раз люди, кто просматривают, его открыли. Можем пройти, посмотреть задний вид дома. Я смотрю, кстати, дом мы смотрим для моего клиента из Филадельфии, заодно решили для вас снять, мы не могли пропустить такую возможность. Такие дома выходят вот раз в года, чтобы по такой цене, и в этом районе, и такого размера, и с бассейном, и с таким видом. Давайте мы немножко протиснемся в задний двор. Мы немножко необычно начинаем просмотры, да, опять-таки, так как там люди сейчас смотрят, мы начнем с заднего двора. Скорее всего, какой-то ремонтик нужно будет делать дома, потому что, ну, за такую цену, я даже не знаю, я даже не знаю, ну, в каком состоянии мы его увидим. Слушай, ну, здесь пока все в нормальном состоянии, окей, да? Задний двор в хорошем состоянии, причем дом, такое впечатление, что он был не так давно выкрашен, то есть нет никаких разводов. Ну, по крайней мере, я своим глазом этого не вижу, он чистый и, кажется, достаточно свежевыкрашенный. Очень большой двор. Слушай, ну, здесь очень красивый вид, посмотрите. Здесь вид на озеро. Там калитка есть, можно выйти к озеру. Забор с двух сторон хороший тоже, пластиковый. Приватность, да. Своя. Интересно, в чем подвох? Не знаю, люди, которые сейчас внутри, они уж очень долго его смотрят. Может быть, они не хотят, чтобы мы его смотрели. Да, да, да. Поэтому они там сели чай и попьют. Но уже много предложений, да, на этот дом? Уже много предложений, еще было вчера. Сейчас у нас, честно говоря, немножко подуспокоился рынок. И на дома, которые выставлены чуть-чуть оверпрайс, да, выше как бы цены рынка, они стоят по 3-4-5 месяцев уже на рынке. На такие дома, которые выставлены ниже рыночной цены, я вчера просмотрела по цифрам, соседние дома продавались намного дороже. Поэтому у меня такое впечатление, что дом был выставлен специально, чуть-чуть за ней, не намного, чуть-чуть заниженной ценой, чтобы была борьба и давали люди, перебивали свои же оферы. Такая тактика просто у них. Такая тактика, да. Не все владельцы идут на такую тактику. То есть владелец этого дома согласился пойти по такой тактике. Потому что многие владельцы говорят, как это, дом стоит 450, почему я его буду по 400 выставлять, а вдруг кто-то захочет по 400. Но это психология покупателя, и покупатели на это ведутся. Тем более, когда ты знаешь, что дом хороший, ты выставляешь ниже рыночной цены, продашь его выше рыночной цены обычно. А что ты скажешь по этому району вообще? Это район Кисиме, хороших школ здесь нет, это туристический район. А можно этот дом шорт-терм сдавать? Да, я уже в начале нашей съемки говорила, это под сдачу на короткий срок, Airbnb. А можно же самому жить? Можно жить самому или на худой конец, если вы не хотите заниматься краткосрочной арендой, его можно сдать долгосрочную. Я также посмотрела по ценам дома, вчера по ценам на сдачу долгосрочную аренду дома, которые в комьюнити сдавались не так давно. Где-то около 2700-2800. Но если вы правильно будете вести свой бизнес на Airbnb, создадите свой профайл, наймете менеджера, например, который будет следить за уборкой, за домом, в принципе, или наймете полностью менеджмент-компанию, которая будет за вас делать и Airbnb, и сдачу, это всегда более выгодно, чем сдавать на долгий срок. На долгий срок аренда, она фиксирована. Вот вы как получаете в январе 2700, так и в июле будете получать 2700. Она зафиксирована на год. В случае с Airbnb вы можете отслеживать ежедневные цены. То есть сегодня дом сдается, скажем, в горячий сезон, 250 долларов в ночь или 300, может быть. Я, честно говоря, цены на Airbnb не отслеживаю, но даже что уж говорить, я знаю, дом 4-бедрумный, который сдавался, 4 спальни, сдался позапрошлую зиму за 600 долларов в ночь, на 8 ночей. То есть это нужно, это как бизнес, это как, ребята, вы покупаете салон красоты. Вам нужно отслеживать конкурентов, какие цены у них, на какой вид услуг. То есть это такой же бизнес. То есть вы можете постоянно контролировать цену, смотреть занятость. Если занятость не очень высокая в этом месяце, снизить цену можно. Но в любом случае ваша прибыль должна быть выше, чем если просто сдавать ежемесячно. Пойдёмте, посмотрим, если народ ушёл. Я видела, он ходил ещё. Может быть, к озеру ещё пройдём? Вот так вот. Тут тоже интересно. Так, что-то там запрещено. Интересно, что запрещено. Так, нельзя рыбачить в этом озере. О, вижу птичек. Смотрите, какая красота. Ну что ж, освободился дом для просмотра. Давайте пойдём просмотрим. Посмотри, какая дорожка. Очень аккуратненькая. Кустики свежевысажены. Двери красивые. Ух ты! Сразу заходим в гостиную зону. Потолки высокие. Двойной свет. Камин. Причём камин, кажется, натуральный. Похож на натуральный камин. Да, кстати. Посмотрите. Здесь телевизор должен быть висеть. Очень просторное помещение. Полы я не могу определиться. Это ламинат? Ламинат похож. Да, я вижу. Хорошего качества ламинат видно. Очень высокие потолки. Посмотрите, какие. Вау! Многоярусные такие. Интересные. Здесь у нас получается не совсем открытая планировка. Отдельная кухня. Почему-то они закрыли. Ребята, я уверена, что это очень светлое помещение. Видите, они закрыли. Здесь, кстати, есть с кухней выход на бассейн тоже. Да. Так, получается, поверхность гранитная, но она выполнена не сплошная, а плитами. Клиточками. Но эти кабинеты нужно менять. Они... Отслужили свое. Да, отслужили свой срок. На фотографиях выглядело совсем по трёху. А что ты думаешь, если покрасить? Нет? Слушай, они уже перекрашены здесь. Здесь уже кисточка нет, их уже не восстановить, и они как бы... Здесь нужно менять это всё. Так, а остаётся ли техника какая-то? Техника бытовая остаётся. Остаётся, это хорошо. Покажи, пожалуйста, что здесь у нас. Это пантрис, скорее всего, да? Ага, понятно. Это пантрис. Так, понятно. Долстый этому дому нужен. Ну да. Снаружи, конечно, выглядит... На фотографиях просто шикарно. Дом небольшой, цена вот, понимаете, такая. То есть можно сюда ещё вложить... А, здесь выход... Вложить ещё какую-то сумму нужно будет. Да, Ландри. Сделать под себя Ландри с выходом в гараж. Ага. Так. Как я понимаю, гараж сейчас ещё не закончен. Они подняли въезд в гараж. Да. Если там посмотреть, там порожек, где машина стоит, они собираются сделать это помещение под игровую, где можно поставить белья. Ну, правильно. То, что любят туристы. Да, да. Если вы захотите использовать этот гараж для парковки авто, тогда придётся этот пол поднимать или сделать такой переходник, переходную зону, да, от гаража к драйвэю, чтобы машина могла забраться. Они подняли где-то вот настолько пол. Ну, здесь актуальная игровая, конечно. Если вы будете сдавать этот дом на Airbnb, игровая комната, она очень актуальна. Обязательно нужна. Понятно. Так, проходим дальше. Так, ну, с кухней мы разобрались, конечно. В кухню нужно будет вложить. Вот это помещение шикарное. Кстати, обратим внимание, у них жалюзи. Это Plantation Shatters. Это дорогие жалюзи, которые мы часто обращаем на них внимание. Да. Удобно открываются, закрываются. Вот они в основном, смотри, все закрыты, а всё равно как светло. Это классно. Мне это нравится. Кстати, да, и вот жалюзи закрыты, видишь, на верхних окнах. Но всё равно в доме очень много света натурального. Круглое окно. Причём свет нигде не включен. Там, смотри, лампочка. Сломана лампочка. Конечно, менять на таких потолках это всё сложно, но возможно. Смотри, вот это, я считаю, небольшой тоже минус. Здесь есть лесенка. И нужно быть осторожным. А, ступенька, да, есть ступенька. Лесенка, говорю, ступенька. Здесь ступенек несколько, да. То есть вот это вот нужно быть аккуратным. Здесь у нас получается, скорее всего, это мазь. Мастер, хозяйская спальня. Хозяйская. Жалюзи закрыты. Или жалюзи. Опять неправильно ударение ставлю. Так. Здесь мастер bathroom. Хозяйская ванная полная. Отдельно туалет. Это хорошо. О, такая есть душевая кабинка. А, слушай, она смотрится такой маленькой, потому что дверь маленькая, но она идёт дальше. Туда, дальше туда. Так, раковина есть. Очень маленькая ванная, но она есть, по крайней мере. Интересно, интересно. Дом нужно отмывать. Здесь вроде красивые чаши. Да, но не помытые. Да, грязный дом. Ну вот за это и цена снижена, то есть, понимаете. Слушай, ну мы видели повыше цене, в таком же состоянии дома. Ты понимаешь, дом покупается, что ты не можешь исправить в доме, это вид, например. А здесь вид, он шикарный. И место расположения. 15 минут до Диснея, это очень важный фактор. Да, комьюнити само по себе хорошее. Так, здесь у нас половинка. Половинка. Давай, если ты сможешь протиснуться. Так, вот тут у нас так. Да, тут просто, в принципе, не прибрано. А если здесь все отмыть, здесь будет очень даже симпатично. Так, ладовочка небольшая тоже здесь, да, есть. Вот. Так, что мы наверх поднимаем. Пройдем наверх. Давай. Пройдите. Прохожу. Так, здесь тоже ламинат на полу. Обращаю внимание на пол. Хорошо, что это дерево. Да, деревянный. Так, а куда мы? В первую очередь. Там кто-то есть. Слушай, вот тут маленькая такая бонусная, что это, как назвать, комнатка уголок. Здесь можно поставить небольшой стол с компьютером, кстати. Очень красивый вид прямо на бассейн. Давайте я вид покажу. Красивый, потому что отсюда открывается. Так, что у нас? Проходим. Три спальни наверху, получается. Так. В каждой есть гардеробная. Здесь, значит, у нас ковролин на полу. Ковролин на полу, но он похож то ли на новый. Я не вижу даже от мебели. Да, да. Слежи ли особо тут. Вот детская была. Детская комната. Вот даже кровать есть. Как будто бы для двух девочек даже. И тоже гардеробная. Лампочка не работает. Так, тут у нас еще одна ванная. На самом деле получается полный. Там окошко, имеется, что неплохо. А можно мы быстро вот эту комнату сейчас покажем, размер комнаты? О, здесь, кстати, потолок интересный. Да, смотри, какой высокий потолок. Ну, размер комнаты стандартный. Ковролин чистый. Вы недавно меняли ковролин? Да, 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 это новое. Да, я вижу, что новое. О, вот мы и заметили, да. Мы заметили. Хорошо. Ну, что я могу сказать? Да, какой-то ТЛС у нас это называется. Небольшой косметический ремонт нужен этому дому. В основном кухня. То есть затраты пойдут в основном на кухню. С крыши уже не нужно мучиться, потому что она новая. Патио, здесь ничего сделать не нужно. С полами вроде бы тоже всё отлично. Ну, что ты думаешь, Юль? Я думаю, что цена хорошая. Цена хорошая, да. И всё, что здесь надо сделать, сильно дорого это не выйдет. Так что будет интересно узнать, за сколько всё-таки продастся этот дом. Надеюсь, что нам. Да, и надеемся, что нам. И мы напишем цену, когда он уже будет продан. Ну, хорошо, спасибо большое, что вы с нами. Мы сейчас можем пройти, кстати, здесь прямо рядом комьюнити-пул, теннисные корты. Можно пройти, быстро снять, посмотреть, что предлагает нам комьюнити. Пока. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!